Севастополь стал 16-м городом из 23-х запланированных, где прошла эстафета флага болельщиков. В Крыму таких городов всего два. Знамя национальной сборной Украины по биатлону уже побывала в Симферополе и затем прибыла в наш город-герой. В первую очередь, это акция, показатель того, что биатлон не имеет границ, не имеет каких-то рамок, благодаря тому, что болеют все, болеют везде. Чтобы, как говорится, болеть, много не надо. Включаешь телевизор, находишь нужную трансляцию, сидишь, смотришь, болеешь, поддерживаешь за наше. У нас вызывать нельзя, потому что у нас немножко другие условия, но болеть с удовольствием за нашу сборную всегда приятно. В эстафете принимают участие два флага – большой и малый. На первом все болельщики могут оставить свои пожелания спортсменам. А вот на втором отмечают город, где побывали стяги. Мне посчастливилось быть в составе оргкомитета Московской Олимпиады. Я знаю, что одно из самых олимпийских игр – это выдающиеся мировые события, не только в спорте. Поэтому в феврале следующего года, когда Олимпийцы Украины будут в Сочи выступать, мы желаем безусловных успехов. И уверены, что на пьедестале подсчет обязательно будет члены сборной команды батламистов Украины. Потому что в последнее время они успешно выступают на европейских, мировых чемпионатах. Мы желаем им успеха. И, как говорит Шевченко, боритесь и поборете. Желаем успехов, удачи и побед заслуженных на Олимпийских играх. В ходе мероприятия провели и небольшую викторину, посвященную истории украинского биатлона. Победители получили подарки от Севастопольского отделения Национального Олимпийского комитета страны. Также в ходе акции все желающие оставили свои автографы и пожелания биатлонистам. Есть на нем на путстве и от нашей телерадиокомпании. После эстафеты городами Украины два знамени будут переданы национальной команде. В феврале они поедут вместе со спортсменами в Олимпийский Сочи, унося с собой поддержку тысяч болельщиков. Олег Савченко, Наталья Бабкевич. Программа «Наше время». Подсказка.